Там была паника ужасающая. Запад боится, Запад в панике. Собирают неочередную встречу лидеров стран НАТО, потому что нужно срочно искать ответ, как выжить, потому что на геополитическую арену выходит новый союз. Россия и КНДР. Россиян можно поздравить. Владимир Путин нашел им новых братьев. Новый братский народ. Передаю от корейского народа теплый братский привет российскому народу. Российская пропаганда и российские информационные преступники были подняты по тревоге и все отправлены на Дальний Восток. Все они вылизывали с разных ракурсов. Кима, Ким Чин Ина. Они его вылизывали настолько тщательно, что если так будет продолжаться, то с большой вероятностью товарищ Ким сможет возглавить Российскую Федерацию. Ведь они так похожи. Два одиночества. Ну и герой сегодняшнего дня, в самом деле, Евгений Попов. Жень, как дела, как день прошел? Где Путин, где Ким, чем занимаются? Подходы Северной Кореи к жизни пока не заполонили Россию. Но мы об этом узнаем, когда это произойдет. Потому что за эти слова Оли Скобеевой Женю Попова должны были публично расстрелять. Потому что герой может быть один. И это даже не Владимир Путин. Российские чиновники так увлеклись заглядыванием в вот это вот место ниже спины Ким Чин Ину. Что даже забыли о том, что накануне в Севастополе была массовая обововна. Вы представляете? Вся российская вот эта вот сфора пропагандистов почему-то проигнорировали тот факт, что мы вчера сожгли в сухом доке большой десантный корабль «Минск» и дизельную подводную лодку «Ростов-на-Дону». Никто об этом не вспомнил. Вообще. Ни одного слова. Совпадения? Не думаю. Хотя был один человек в студии Ольки Скобеевой, который намекал на то, что с дизельной подводной лодкой можно поступить теперь очень экстравагантно. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Ким Чин Ину безусловно не получит. А вот многоцелевую атомную подводную лодку запросто. Тем более у нас такой опыт есть. Мы передавали Индии, например, многоцелевые подводные лодки 971-го проекта. Надо же как-то усиливать военно-техническое сотрудничество. С чего-то нужно начинать. Как-то нужно расплатиться за артиллерийские боеприпасы и ракеты к РСЗО, которые поставляются уже полтора месяца российским нацистам. Для начала можно передать Северной Корее подводную лодку Ростов-на-Дону. Не благодарите за такое хитрое и правильное решение. Значит, они вылизывали Ким Чин Ина в прямом смысле этого слова. Оля в данном случае большой специалист. За общением лидеров с глазу на глаз последовал торжественный обед, а принимать и почивать у нас в стране, конечно, умеют. На высшем уровне к столу в честь званого гостя подали пельмени с камчатским крабом, осетрыну с грибами, картофелем, антрикот из мраморной говядины с запеченными овощами, салат из утки, с инжиром и нектаринами. Предусмотрен был и десерт брусника таежная с кедровыми орешками и сгущенным молоком. В общем, не Макдональдс, где киевские бандеровцы кормили своего Блинкина. Оля играет на контрастах, хочет показать широкую русскую душу. Души у них нет, потому что в своей массе это российские твари, российские нацисты, которым настолько нужны боеприпасы, что они прогибаются публично под кинчем Ина. И выглядит это так себе. Но когда мы слышим вот этот вот список, меню, чем потчевали диктаторы друг друга, возможно, кормили друг друга с ложечкой, и вот этот вот торжественный голос Оли Скобеевой, мне кажется, я где-то это уже слышал. Было меню, что-то подобное. Ну, целый распорядок дня. Приказ министра обороны Шойгу 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это да. С датой вторжения мы определились уже давно, 24 февраля 2022 года. Вот эта дичь, которую вы сейчас услышали, реальная дичь, это на самом деле кусочек цитаты государственной политики. Привет, дорогие друзья, и пропаганда последнее время тащит в эфир всякий международный шлаг, просто откровенных каких-то фриков. Особенно у пропаганды заходят американские, так называемые, эксперты. Чувствуется это самое врожденное, просто на подкорку прописанное, преклонение перед западным миром. На самом деле, любому нормальному человеку понятно, что в тех же Соединенных Штатах Америки дебилов клинических их тоже в достаточном количестве. И вот пропаганда активно тащит в эфир Такера Карлсона, который просто какой-то откровенно клинический случай, человек активно раскачивающий тему, что вообще-то Обама, мало того, что наркоман, он еще и нетрадиционной ориентации, а жена у него вообще переодетый мужик, что на будущий год Соединенные Штаты вместо выборов начнут воевать с Россией, прям объявят войну, да, тоже прям все так и будет. Да много еще чего, и это не просто какое-то франдерство, нет, это прям действительно убежденность и такой прям действительно медицинский случай. Другой персонаж, не менее зачетный, это, конечно, американский разведчик Скотт Риттер, человек, который был осужден за педофилию. Конечно, он никому нигде нафиг не нужен, а нашей пропаганде очень подойдет. И говорит он все то, что надо пропаганде. Реальность от этого меняется вообще никак, от слова совсем, но он все равно продолжает гнать свою дичь. Но здесь, конечно, пропаганда в лице Соловьева, она просто сама себя переплюнула. Они сумели затащить в эфир того, кого называли королем конспирологии. По мне, так он, конечно, не король конспирологии, а скорее король идиотизма, ну или принц шизофрении. В общем, притащил он Алекса Джонса. Думаю, что у каждого человека в кругу его общения есть не совсем адекватный персонаж, который верит в какую-нибудь откровенную хрень. Который верит в то, что земля квадратная, самолеты распространяют какую-нибудь там дрянь, химтрейлы, в то, что не существует магнитов, или то, что города были закопаны под землю, или какую-нибудь другую подобную хрень. Так вот, тот, кто распространяет эту хрень, кто ее активно толкает в народ, это вот такие, как Алекс Джонс. А он среди них, наверное, просто самый первый. Во всяком случае, в Соединенных Штатах Америки. Перечислить весь бред, который он гнал за свою жизнь, просто не представляется возможным. Ну, по ходу видео я вам кое-что расскажу. Там прям достойный персонаж. И, в общем, его в эфир притащил Соловьев, и мне нравится, как они друг к другу начали сразу вылизывать. Вы журналист. И Соловьев тоже, я тоже журналист. Но сейчас, наверное, он будет один из самых необычных эфиров, потому что, если угодно, зло двух миров, как опишет об этом завтра американская пресса, самый запрещенный журналист в Соединенных Штатах Америки. Какие вы нахрен два журналиста? Вы клинические пропагандисты. Перепутать Соловьева или Джонса с журналистом, это уже по классике. Все равно, что перепутать мешок сами знаете чего и спиннер. Я вообще не знаю, против кого еще журналистов выдвигалось такое количество финансовых обвинений всего лишь за то, что Алекс Джонс имел наглость говорить то, что думает и имел наглость говорить то, что считает правдой. Но теперь это самый страшный грех. Если ты говоришь правду, пытаются тебя засудить. Алекс Джонс типа говорил правду и поэтому его засудили, да, говорил то, что думает. Эта история, она просто отвратительна до самой последней степени. Джонс, как и всякие дебильные конспирологи, пребывал в абсолютной уверенности, что многих событий в реальности просто не существует. Это все какая-нибудь постановка. Это все неправда. В частности, это коснулось расстрела масс-шутинга в Америке. В 2012 году в одной из начальных школ 20-летний ублюдок расстрелял 26 человек. А Джонс рассказал, что этого не было. Это все были всего лишь актеры. И все это была глобальная постановка. Ну, для того, чтобы правительство продавило закон о большем контроле над оружием. Просто спектакль, говорил Джонс. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...